Помогите! Помогите! Сегодня на учениях утопающий одет в гидрокостюм и обвязан тросом. По легенде, он возвращался с рыбалки и провалился под лед. Спасатели реагируют молниеносно. Вставать в полный рост на тонкий лед опасно. Он может не выдержать. С начала марта спасатели вытащили из воды 9 человек. В районе 9-й просеки люди шли с той стороны, возвращались с рыбалки по той же тропе, по которой они прошли с утра обратно. Они провалились под лед, сумели каким-то образом выбраться на лед. Но лед был очень тонкий, приходилось только лежать. Они дождались нас, потому что спасатели не могли даже близко к ним подойти. Под ними тоже трещал лед. Спасательные отряды дежурят по всей области. Чаще всего ЧП происходит на Волге. Время реагирования на вызов – полторы минуты, но до места происшествия еще нужно добраться. Для этого служит транспорт на воздушных подушках. На счету каждая минута утопающий рискует получить обморожение. В большинстве случаев, говорят спасатели, люди оказываются в ледяной воде из-за собственной неосторожности. Весной те тропы, которыми зимой люди ходят по Волге, становятся небезопасными. Сейчас лед гораздо тоньше, уже образуются трещины. Разломы появляются и от проходящих мимо судов на воздушных подушках. Температура воды сейчас около полутора градусов. Продержаться в ней провалившийся под лед человек может около 15-20 минут. На учениях навыки отрабатывают и водолазы. Задача – найти предмет на глубине 5 метров, захватить его и подготовить к подъему. На все дается 15 минут. Вытаскивать из-подо льда порой приходится и людей. Водолазы работают буквально на ощупь. Прозрачности нет, ничего не видим, работаем на ощупь. Проходим большой масштаб местности. Рельефы разные, пруды копанные, глубины разные. Спасатели советуют жителям быть осторожнее и не выходить на лед. Но если все-таки беда случилась и человек упал в ледяную воду, главное – не нырнуть с головой. Самое важное – не терять самообладание. Не нужно впадать в панику. Нужно снять с себя одежду, по возможности обувь, чтобы иметь возможность выйти на поверхность. Потому что мокрая одежда является дополнительным грузом. И тепло она никак не сохранит. То есть снять одежду – тогда есть шанс выбраться на поверхность самостоятельно или помочь даже облегчить спасателей. Еще несколько дней спасатели будут выходить на лед. Потом это станет опасно и для них самих. Чтобы помощь подоспела вовремя, следует звонить по телефону, указанному на экране. Алина Чемерес, Константин Головин. События.